Привет парни! Это просто крик души. Я не хотел ничего снимать, мне уже поднадоело все это, короче. Думал, буду снимать как это. Ну вот как сына учить? Учу, снимать не буду, а свои по стрелушке, короче. Че, как, прицелы, кронштейны. Как устроено ЖКХ? Ребята, я вам скажу, кто не знает, для жильцов и для всех остальных. В летний период, знаешь, вот готовь сани летом, да, а че там велосипед зимой, ну какая-то хуйня такая. Так вот, напарник вот у меня, он Илюха, бля, да, вот. Мы лето отпахали, понимаете, Илюха по электрике тут все налаживал, да, я там частично разлива туда-сюда, бля, друг другу помогали, все. Олежа, блядь, с нами был, блядь. И смысл всего этого был, то, что зимой, вот мы все подготовили, и мы зимой сидим в слесарках, кто-то дома, кто-то, ну, на связи, понимаешь. И занимаемся, блядь, вот это обращение к тепловикам, ептыть, блядь. И мы занимаемся самообразованием. У Илюхи есть хобби, у Олежи хобби, вы знаете, какое, блядь, ну как бы нормально, ну че, парень имеет право, блядь. Ну и у меня куча интересов, там, какие-то баяны, еще что-то, еще что-то. Но мы понимаешь, у нас стагнация, мы не можем, блядь, сделать из шага, блядь. По одной лишь простой причине, теперь жильцы. Жильцы все звонят. Блядь, нету отопления, нету горячей воды, блядь, сделайте что-нибудь, управляющие компании херово работают. Так вот, для жильцов, блядь, ну вы же поймете из-за моего обращения. Тепловики города Архангельска, еба народ, да коли, сука, это все будет, вот эти блядские, блядь, заявочки, нахуй. Привет, Лехе Чернышевичу, ты мне только позвонил, говоришь, как у тебя дела, у меня там все остывает, там жильцы воют, блядь. Леха, ну такая же хуйня, понимаешь, один в один, блядь. Понятно, что тепловики есть, магистралы, еще что-то, еще что-то, еще что-то, вы что, вам что, денег не выделяют или что? Вы долго мостом нам трахать будете? Мы же, блядь, как сраные веники летаем от дома к дому, вы с давлением-то что-нибудь сделаете, блядь. Включение пришлось ненамного прервать, блядь, звонил директор, говорит, Димас, ну че там, ну бабки там орут, короче, туда-сюда, блядь. Ну бабок тоже можно понять, ну че может вам это, другим-то, Леха Чернышевич там или все остальные-то, мастер-класс, ебты, сейчас все покажу. Короче, пацаны, ребята, вот это, короче, элеватор. Элеватор есть несколько, по-разному, короче, их делают, вот конкретно на этом доме два тепловых узла, два, ребятушки мои. Значит, че, Леха, ты пришел, глаза разинул, блядь, матом всех тепловиков покрыл, называл их стопудово пидорасами там, по-всякому, но, Леха, это нормально. Смотришь сюда, блядь, должно быть шесть, у тебя четыре. Морду поворачиваешь вот так вот, опа. Вот если у тебя вот на этой трубе, грубо говоря, вот тут вот насосы стоят, да, блядь, они у тебя, братуха, толкают, да. То есть они еще увеличивают, блядь. То есть вот там четыре на том вот манометре, да. Ты смотришь сюда, блядь. Ну, а он обычно там четыре и четыре, к примеру, да. То есть он усилил, блядь. И это нормально. А почему у тебя проблема? Потому что у тебя такая же система, как здесь. То есть объясняю. Вот по этой трубе ушло в батарею, а по этой трубе вернулось, да. И вот она идет, блядь, да. И чтобы платили меньше, да. Опаньки, блядь. И пошла обратно сюда. Называется перемычка. Так вот, если эти насосы, да, давят, и суммарное давление после них получается больше, чем на этом манометре, стало быть, по приходящей трубы. То есть четыре. А благодаря этой хуйне у тебя получается четыре и четыре. То дом на батарее нихуя не пойдет. Пойдет в обратку. И будет давить в ТГКшную трассу. Что нужно сделать? Понятно, что эти задвижки, они не предназначены для того, чтобы их там закрывать и открывать. Значит, что? Заходишь в тепляк, нахуй. И с ноги, блядь, вот эту хуйню, вот так вот тихонечко, хопа, поджал. Ну, то есть, понял? Ты ее поджал. Даже можно ориентироваться. Сейчас тут нас нихера не сделать. Вот по давлению. У тебя, допустим, давление чуть выше, да. Или вот оно стоит на грани. Как делается? Берешь и зажимаешь. И смотришь на стрелочку. Видишь, она пошла поддергиваться. Все. На этом стоп. То есть, у нас что-то получилось. Ну, грубо говоря, четыре и девять. Да? Четыре и девять. А на этом манометре у нас ровно четыре. То есть, давление больше. Правильно? Правильно. Тем самым, Леха, ты направил его в дом. Вот эта подача такая, блядь, 40 градусов, нихера не греет. Да? И ты направил его в дом. Система дома с перемычкой только поджатием. Пацаны, ребята, еще другие системы бывают. Так вот, что мы хотим сказать вам с Илюхой? Хотим сказать с вами с Илюхой. Мы вас всему научим, понимаете, парни? Вот у нас кошка Муся есть, да, Илюха? Да, кошка есть. Ну, блядь. Кто ей корм покупает? Вот сейчас кошатницы эти, одинокие бабы 40+, смотрят, которые в кошках там сидят. И типа, блядь, очень кошек любят. Так вот, у нас кошки на полном пансионе. Пацаны, она родила, епты. Да, Илюха? Не знаю, вроде бы, да. Так, а ты что, первый подъезд, ты весь в голубях. Она охотит, блядь. Не котенков, а котят. Ну, это ладно, хуже. Да, я понял. Не, а там, короче, блядь, у нас там целая орава, блядь, котов, нахуй. Так что, одинокие женщины, блядь, кто вот это, котов там, собак любят. Вы приходите, мы вам, это, догрузим, блядь, килограммами, блядь, этих котов. Вот. А все адекватные люди. Вы же понимаете, что мы тут это, и так хер без соли доедаем. Правильно? Правильно. А работаем мы для вас. Вот я сейчас вам рассказал какие-то нюансы, да, и тот же Леха может что-то там поджать у себя, да. А директор ему скажет, какой ты красава, Леха. Поэтому, пацаны, накормка там, да, Илюха? Ну, накормка там, а как, Илюха, как иначе-то, ёпты? А иначе коты-то подохнут, ёпты. Правильно? Правильно. Ну и все. Так что, ребята, не скупитесь. Карта сейчас будет указана. Да, но это прикол приколом. Илюха по электрике просто бог. Как я по сантехнике. Ну, потому что мы не можем не выебываться, да, Илюха? Мы же не умеем, блядь, просто-то вот. Поэтому, пацаны, если чё-то как-то, вот какие-то нюансы, блядь, надо чё-то, ну, как-то стимулировать нас, ёба народ. Ну, конечно. Так что, вот так. Опять звонок по работе, я был вынужден ответить. Вот кипятком она ссы, блядь. Вот там, блядь, не работает, сходите. На, короче, возьми от третьего, сходим там, 80. Ну, я проверю сейчас хату. Короче, пацаны, давай не скупиться, блядь. Дело благое, блядь. Мы тут это, то, что, блядь, за 15, за 20 лет, блядь, да, свой опыт, блядь, бесплатно вам раздаём, блядь. Не, ну, нам не жалко. Ну, котов жалко, пацаны, понимаете? Ну, коты-то тут вообще не при делах. А мы не можем всю Араву эту кормить. Поэтому давай, парни, блядь, ну. Ну, и вот эти, короче, которые, это, кошатницы, в общем, у которых жизнь удалась, там, ну, повторяюсь, да, там, 40+, я всего добилась сама, блядь, и куча кошек и собак. Девчонки, ну, как-то, ой, девчонки, это, женщины, блядь, надо как-то подсобить котам-то, блядь, вот. А кому надо, вы пишите, ВКонтакте мне напишите, я повторяюсь, я вам этих котят на килограмм, ну, килограммами, короче, отвешу, блядь. Итак, парни, идём дальше. Вот, Лёха, продолжение, да? Ну, ты понял, о чём я говорил-то, вот. А при чём здесь вода, так, блядь, как при чём-то она у тебя по обратке-то, блядь, заходит в этот, в самовар, правильно? Ну, у тебя же там рассекайка закрыта, и обратно выходит. А там же два контура-то, да? Ну, так у тебя один-то там ледяная вода, под сколько, сколько там обратка была, 25 градусов, толкает, блядь. Ну, у тебя всё и просаживается. Зажми перемычку-то, у тебя на обратине температура поднимется, и вода, ну, хоть как-то будет сносная, блядь. Ну. А вот для жильцов, да? Диспетчеру, говорю, позвонив в ТГК, она звонит. Не знаю, мы ничего не делаем, у нас всё нормально. У нас всё нормально. А бабки-бабки, знаешь, звонят в управляйку. У Астона, наверное, слезарь сходил, чё-то накрутил. Ну, как бы я по статистике канала вижу, что у меня, ну, бабок-то в подписчиках нету. Ну, вдруг какая-нибудь, блядь, старуха и посмотрит. Так вот, я тебе говорю. А вот самое интересное, да, вот мужики не звонят. Вот мужики не звонят, блядь. Почему, ёпта? Вот старые мужики не звонят, а потому что старых мужиков, их нету. Их нету. Зайди в церковь, куда угодно, блядь, одни вот эти, блядь, бабки, блядь. Потому что смерть мужская, т.д. и т.п. А есть среди мужиков тоже такие, знаешь, это, хер поймёшь, тоже там. Так вот, вы, наверное, там что-то сделали. Вы, наверное, что-то сделали. Вот здравомыслящий человек, да, вот давайте представим. Вот мы сидим, да, допустим, зима, у нас всё заебись. И я смотрю такой на Илюха, а Илюха на меня. И мы так, ну, без слов друг друга поняли. Сели в машину, приехали на дом и давай там ебашить, да. Ну, то есть, блядь, я что-то крутить, Илюха там провода обрывать, да. Как макаки на проводах висим, всё объебали, да. И сидим, ждём заявок. И бабка такая звонит и говорит, вы, наверное, что-то там сделали. А мы сидим и хихикаем. Мы что, дебилы, что ли, нам что, блядь, заняться, блядь, нечем, блядь. Вы что-то сделали, блядь. Вот этим людям, вот серьёзно, у нас законы неправильные. Да потому что эти люди должны по факту приходить в управляющие компании или нет. Они должны приходить в слесарку. А у нас среда, допустим, должен быть приёмный день. Ну, по работе с населением, с нормальным, с населением. Это население идёт в офис. А вот эти шибкоумные, да, которые вы, наверное, что-то покрутили, они должны приходить в слесарку. И, допустим, среда, не, лучше пятница, ну, чтобы кайфануть, в пятницу, допустим, с часу до конца рабочего дня у нас идёт вот приём, короче, вот этого, блядь, неадекватного населения. И вот они приходят, да, садим на стул, диван, да, и сижу я с Илюхой. И руки вот так вот держим. И вот она говорит, вы, наверное, что-то накрутили. И вот костяшками, раз, сутенёрская, блядь, она, бам, нахуй, морда повернулась, да, такая, да, это вы накрутили? Илюха ей, бам, вторую сутенёрскую, блядь. Ну, короче, вот пока, знаешь, эта башка-то на место, блядь, не встанет, блядь. И она в конце такая говорит, ребята, вот если бы мне сразу так доходчиво объяснили, я бы мозги не ебал. Вот, а мы, короче, что с Илюхой? Илюха, мне прокладки пришли силиконовой, братишка, ёпта. А-а-а, блядь. Короче, мы приехали в СДЭК, человек говорит, что смотрит, может, он в Ютубе-то не смотрит, а по контакту. Короче, прокладки заказал силиконовой, на три четверти, в Архангельске нет, нихуя это-то. Вот так и закончился этот день в ЖКХ. Время 10, а мы в гараже. Прицел, короче, пришел. Вортекс. Как там, Веном 5-й. А в гараже уже сил нет, надо еще машину перебывать туда-сюда. И вот эту хуйню заняться. Пришло время разобрать. Какие-то копейки, блядь, на патроны появятся. Так-то, вон, что, нормально? 32-е все. Да. Вот, парни. Приходится рассчитывать высоту колец. 4 двухрублевые монеты дают непосредственно 7 миллиметров. То есть, высота их будет 7 миллиметров. Будут вот такие же, вот. Это титан, тридцатка, на 25,4 переход. Ну, все поняли, да? Об этом я позже расскажу в других роликах. Такую трубу приобрел. Веном 5-й. Увидим, что не увидим там. Все расчерчено. Вот так вот мы будем стрелять на километр. Кто раскручивал, тот знает. Блядь, а так впадло, пиздец. Надо на патроны, на бензин. Поняли, да, уже все, блядь? Да, я хотел порадовать вас, блядь, видосом, блядь. С прицелом, ну, там, рассказать вам про кронштейн, ТДТП, там, все эти нули, хуэли, там. Облом, пацаны. В нашем колхозе, блядь. Огни не погашены, ты мне кольцо не найдешь. Охот штатив, охот актив, блядь. И другие нормальные магазины. Ну, у нас хули покупательской способности у народа нету. Ну, и, короче, вот кто смотрит видос-то, да? А молодец, молодец, что смотришь? Нюансы раскрываем. Кольцо на тресной, четвертую трубу, хуй найдешь. Вот видос-то у меня, да? Тридцатая, с переходником по двадцать пятый, титан, ёпты. Вот это про импортозамещение. Ладно. Кто не смотрел видос, так в другом, вот, на охоте, ну, там, на пострелушках, расскажу. А расклад-то в чем? Америкосские, да, они идут с порошковой стали. И покрыты. Она ржавеет. Ну, понятно, что, блядь, кольца-то, блядь. Надо умудриться, чтобы заржавели, да? Но вот тут конкретно импортозамещение. Созвонились. Сергей мне сказал, какие замеры, как, чего, все. Я все соблю, чтобы приземистить-то его сделать. Сказал, а, рассчитаем все. Сделаю я тебе кольца, будешь радоваться. Вот люди, блядь. Ха, а мне не терпится? Я же для вас. На Азоне, блядь. Две пятьсот, ну, поняли, да? Телескоп только этими кольцами держать, или какую-нибудь хуйню, блядь, да, Димон? Ты вообще везешь. Ну, а в магазинах, типа, этот, 30.06 калибр, да? Ну, поняли, слонобои, грубо говоря. 18-19 рубликов, ёпта. Так вот, в следующем видосе, когда поедем стрелять, эй, сейчас съездим так же. Чисто тренировкой для себя ездим. Вот. А хотелось уже совсем с этим железом нормальным приехать и за него, блядь, рассказать. Ну, да ладно. Значит, за железо расскажем через пару недель. Там еще чизик подойдет, т.д. и т.п. Но будет интересно. Покажу кронштейн, что, как. А да как, выставлять это все будем? Да, еще выставлять же все это надо. Фуууу. В квартире места нет. Ну, да я-то найду место. ЖКХ ведь работаю. Чердаки домов, бля, конца и края не видно. Ну, лазерный уровень стоит. Все расскажем, все покажем. Как говорит вот человек, с которым общаюсь, Сергей, говорит, когда соберешь все железо, идеально, то вина в промахе будет только твоя. Поэтому учиться, учиться и еще раз учиться. Так что вот так, парни. Ладно, что, мы будем это свои железки разбирать. Да, эти. Какого? Что это такое-то? Не медь, а какого? Латунь. Латунь. У меня совсем башка не перезагружается. По латуни, короче, двигаемся. Для бальстерочков. Да, для бальстерочков, бля. Так что вот так, пацаны. Ну, ладно, не получилось. Хотел сюрприз сделать. Это влог. Снимаем все, да. С вами делимся. Так что вот так вот, ребята. Не, ну надо же, калечек на 34-ую трубу нет. Ну, я про прицел, кому все же поняли. Ладно, изготовят и изготовят. Сколько идти будет, туда-сюда. Появилось время тогда, что, с прикладом поиграться? Ты же целишься. Вот, да? В открытое приспособление. А прицел-то у тебя выше, на мордочку. Поднять ее, да? Вот. А хули там в воздухе-то ее держать? А может, что с прикладом придумаем? И он короткий мне, получается. То, что оптику тут сдвигаешь, да? Тут 4 сантиметра освобождается. Кто что думает? Может, где что можно заказать? Пока не узнавал. Да, все скажут, у тебя дядька Сашка, это ДТП. Туда сейчас, парни, не вариант. Навигация, это ДТП, блядь. Если я встряну по навигации, она сейчас закроется. Мне потом, пока лед не намерзнет, это, блядь, к Новому году я только его получу. Поэтому тут это, дело такое, блядь. Угу. Типа тигровского что-то со щекой надо. Кто что думает? Отпишитесь. Ладно, а мы пойдем это. Металлолом займемся. Металлолом займемся.